Приветствую вас, друзья! В сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о том, как снять защиту от записи с флешки или любого другого портативного накопителя. Данная защита может проявляться двумя способами. При первом у вас просто не будут переноситься на неё новые файлы, а при втором файлы также не будут переноситься, но вдобавок вам ещё будет выдаваться ошибка. Итак, для избавления от этой проблемы есть три способа. Первый из них заключается в том, чтобы найти на вашем носителе специальный переключатель, если такой вообще имеется, который может выглядеть приблизительно таким образом и перевести его в противоположное положение, после чего всё должно работать так, как собственно и должно. Если такого переключателя у вас нет или этот способ вам попросту не помог, то переходим ко второму. Итак, для второго способа нам для начала потребуется вставить флешку в ваш компьютер. Вот я это сделал. Не обращайте внимания, что здесь написано Redmi Note 4, это просто обычная флешка на 8 гигабайт. Так, закрываем проводник. Теперь открываем поиск Windows и здесь на английском языке пишем cmd. Нажимаем правой кнопкой мыши по командной строке и запуск от имени администратора. Открывается у нас командная строка. Самое первое, что мы здесь должны написать, это команда diskpart. Затем list disk. Нам выдало все наши доступные диски. В моём случае мне нужен последний, это disk 2, то есть флешка 7520 мегабайт. Теперь пишем select disk и номер вашей флешки. Как видите, выбран disk 2. И теперь пишем следующую команду. Снова нажимаем enter. И если вы видите надпись атрибуты диска успешно очищены, то всё хорошо. Затем, чтобы выйти из данной консольки, пишем exit. И теперь её можно просто закрывать. Ну и существует ещё один способ. Это снятие блокировки при помощи сторонних программ. Самый популярный из них это JetFlash Online Recovery. Это программа от компании Transcend. И подходит она только для одноимённых флешек. А также форматор Silicon Power. Это программа, как думаю нетрудно догадаться, от компании Silicon Power. И в этот раз она подойдёт подавляющему большинству устройств. Но её минусом, в отличие от первой, является то, что при её использовании все данные с носителя будут стёрты. В принципе, обе эти программы очень просты в использовании, так как в них просто несколько кнопок. И особого смысла рассказывать и показывать, как они работают, я не вижу. Ну а на этом всё. Если данное видео вам смогло помочь, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также можете рассказать об этом видео своим друзьям, чем сильно поможете в развитии канала. Всем удачи и всем пока!